Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых значимых и интересных трансферах, состоявшихся за последнее время. И сосредоточимся на футбольном клубе Ростов, который объявил о подписании очередного новобранца. Им стал игрок сборной Беларуси и Брестского Динамо Александр Павловец. Универсальный защитник, который способен закрыть сразу несколько позиций и мы можем уже спокойно обсуждать, насколько хорош этот новичок, сможет ли он усилить Ростов и чего вообще нам ждать от этого футболиста. Зигзаг Спорт – это удобный интерфейс, подробная роспись, как в линии, так и в лайве. Только пользователи моего канала могут воспользоваться возвратом ставки в 1000 рублей, ничем не рискуя. Даже если ваша первая ставка не сыграла, вы получите эту сумму на ваш баланс. Переходите по ссылке и регистрируйтесь на Зигзаг Спорт, после чего обратитесь в службу поддержки с промокодом 1000B. Вообще хотелось бы отметить, что сама по себе сделка очень выгодная, потому что команда получает игрока с белорусским паспортом, то есть не легионера, футболиста достаточно высокого уровня. Это игрок сборной Беларуси, который выступает в составе чемпиона в страны Брестского Динамо. Игрок с талантами, способностями, в общем, отличное подписание. Но Павловец может оказаться, ну, фактически четвертым игроком в очереди на позицию центрального защитника. То есть, условно, Осипенко-Чистяков, допустим, основные, Хаджик Адунич в качестве игрока ротации, и Павловец уже фактически четвертый защитник. Плюс, да, здесь еще есть Логашов и другие универсалы. Поэтому будущее белорусского защитника полностью зависит от грядущего обмена Ростова и Зенита, в рамках которого Терентьев, крайний защитник, переберется в Донскую команду, а в обратном направлении проследует центральный защитник Чистяков. И вот тогда Павловец может получить свой шанс, а на данный момент он просто не вписывается в состав команды. Поэтому здесь одна сделка является тесно привязанной к другой. И если Зенит и Ростов сейчас не договорятся об обмене, то Павловец может оказаться глухим резервистом. Но давайте обсудим, что же это за игрок. Итак, Павловец, это футболист достаточно универсальный. За время карьеры он проиграл в центре защиты, собственно говоря, его основная позиция. На обоих флангах он также действовал в обороне. И плюс к этому у него есть несколько матчей в опорной зоне. И это говорит о его талантах. Он обладает отличным первым пасом, потому что умеет играть в центре поля. Там нужно хорошо взаимодействовать с партнерами. Там нужно играть комбинационно. Поэтому для позиции центрального защитника Павловец обладает отличным первым ассистом. И он может хорошо начинать атаки. При этом, действуя на флангах, он, конечно, должен много бегать, много носиться по полю, подключаться вперед в атаку, что, опять же, подчеркивает его конструктивные способности. Он способен здесь навесить, нагрузить в штрафную соперника. И при этом, действуя на фланге, он, конечно, должен работать на скорости. Поэтому в плане темпа, маневренности он тоже очень хорош. И вкупе с достаточно высоким ростом, 186 сантиметров, мы получаем игрока, который является вот таким вот оборонительным универсалом. Он и достаточно высокий, и достаточно скоростной. Его так просто не продавить в физической борьбе, от него так просто не убежать. В общем, любопытный материал, уж простите за выражение, с которым нужно, конечно, работать. Потому что ему 24 года. Это для центрального защитника возраст, можно сказать, юношеский. В нем только начинают делать первые серьезные шаги. Поэтому Карпин и тренерский штаб Ростова должен, как следует, поработать с этим футболистом. Ну и в принципе, хотелось бы отметить, что на Дону умеют развивать защитников. Чистяков, приходя в Ростов, не был суперзвездой. Однако здесь он дорос до уровня сборной России. Осипенко тоже игрок, который большую часть карьеры провел в ФНЛ. Ну ничего, пришел в Ростов и раскрылся. И что характерно, Чистяков и Осипенко, они приходили в состав Ростова примерно в том же самом возрасте, что сейчас приходит Павловец. Поэтому перед белорусским игроком по-прежнему есть очень серьезные перспективы для развития в футбольном клубе Ростов. При этом нужно понимать, что он уже добился немалых успехов. Чемпион Белоруссии. Один из ведущих игроков сборной страны. Вот если берем последние три матча, в двух из них он принимал участие. Игрок, который смог посадить на скамейку запасных самого Хачаиди. Ну, можно сказать, легендарного футболиста, если брать постсоветское пространство. Футболист достаточно атлетичный. Футболист уже достаточно опытный, с грамотной игрой позиционной. В общем, на мой взгляд, это очень хороший футболист, который пришел бесплатно и который не подпадает под новый лимит. Понятное дело, что для нас, россиян, это немножко обидно. Ну, вводили лимит для того, чтобы российские молодые футболисты получали свой шанс. А теперь получается, что у нас казахи, армяне, те же самые белорусы, они будут получать стабильную игровую практику, как и россияне. И вы не подумайте, я ничего против этих народов не имею. Но я не понимаю наш российский футбольный союз. Они вводили лимит на легионеров для того, чтобы дать путь российским футболистам. И тут же получилась вот такая ситуация. То есть мы можем запросто получить такой расклад, что у нас будут играть казахи, армяне, белорусы, а российских игроков вообще не будет. И это будет вполне себе удовлетворять вот этому лимиту, который якобы создан для сборной России. Опять же, к этим народам, братским нашим, никаких вопросов. Вопросы к нашей футбольной власти. Заким хреном вы вводили все эти лимиты, если сейчас все вот это летит псу под хвост? Если лимит уже не работает в интересах сборной. Ну а что касается Павловца, ну к нему никаких вопросов нет. Опять же, игрок отличный, он заслужил свой шанс. Были слухи, кстати, до перехода в Ростов, что он мог оказаться в Химках или Ахмате. Но согласитесь, Ростов поинтереснее. Недавно они опубликовали свою ведомость. Они, по-моему, то есть шестая, то есть седьмая команда России по бюджету. То есть здесь серьезные финансы, серьезные амбиции. Да и красавец стадион, публика, которая искренне любит свою команду. Шикарное место для развития карьеры. Ну и, собственно, сам по себе Павловец в дальнейшем может, конечно, очень здорово пригодиться Ростову. Ведь, сами понимаете, команда эта хоть и обеспеченная, но в сравнении с Зенитом, там, Краснодаром, ЦСКА, Спартаком, они, конечно, сильно провисают в плане финансов. И поэтому, возможно, им придется жертвовать своими игроками. Возможно, придется кого-то продавать. И, возможно, это будут как раз центральные защитники. Потому что в прошлом сезоне был серьезный интерес к Чистякову. В этом сезоне есть серьезный интерес к Осипенко. Их запрестно могут обоих выкупить в ближайшее время. И, конечно, в этих условиях игрок, скажем так, с нелимитным паспортом белорусским, игрок статусный, опытный, состоявшийся, уже готовый, но при этом способный прогрессировать, это отличная страховка на случай, если команда потеряет своих ведущих защитников. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.